здравствуйте дорогие мои телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая эй кто там сказал что мне кепочка идет сегодня в новенькой обратите внимание значит сегодняшняя тема это лечение наших растений от пятен от точек от всяких вот таких серых соплей на капусте от плодовой гнили на перцах от на помидорах от пятен и так далее а у земляники сколько болезней господи ты боже мой вот сегодня мы наверно с нее начнем знаете что я вам хотела сказать когда уже приходит осень до всем некогда все носятся как оголтелые то варенье то соленье то там какие-то еще непонятные отдыхе уезжаем отдача бедное растение брошенный никому ненужный необработанный они так больные уходят в зиму рыдают всю дыбу всю зиму под снегом а нам все нипочем приходит весна опять некогда опять несемся сломя голову и вот такие вот глазищи да что вы остановитесь вы наконец-то ну посмотрите чеснок вылезает желтеет лук вылезает желтеет земляника из-под снега вышла вся в точках и пятна все листья края коричневые вы что думаете это просто так что ли вы почему забыли про умеете содержащие препараты нравится вам это не нравится но лечить то растение придется иначе же все просто пропадет вы же ни одной ягоды не увидите у вас вишни погибают у вас сливы погибают они просто уже там по пол дерева погибает засыхают ветки черные там листья ягодки наполовину уже все засохшие ну это же просто ну вот сейчас выдвинулись листовые пластинки пока цветет вишня не трогайте ее потому что вы просто помешаете опылителем ну у каждого препарата есть определенные запаха и определенное химическое действие поэтому ждем когда растение отцветет а вот когда она отцвело например и вишни сливы или абрикосы начинаем обработку препаратом очень простым он называется home и хочу вам его продемонстрировать вот такая пачка есть 20 грамм есть 10 грамм есть 40 грамм есть еще больше упаковки промышленные для фермеров но это самый простой и самый надежный препарат для обработки как я уже сказала капусты от вот этой вот ха 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 которая до серые потом этот вилок не знаешь как почистить это от плодовой гнили перцев от плодовой гнили и от стеблевой гнили у помидор у огурцов и это все работает земляника сейчас уже готовится выдвигать цветоносы а на ней точки вы чего ждете когда все погибнет ну вы даете блина запомните пожалуйста я не про обработку перед тем как обработать растения вы обязаны за несколько часов их полить как следует водой для чего а для того чтобы лист лист наполнился водой и вот эти все ну как называется господи боже мой но у деревьев это кора до заболонь а у растений это зеленая такая тонкая шкурка и там движутся соки вот если вы не напоите водой и в листья не попадет вода и в стволы растений по-вашему каким образом вот эти все препараты а их не только хом существует их много и аллерин и гомоир там боже мой там все все рассчитано на кого-то конкретно так как она будет двигаться как она попадет в организм растения то когда растение стоит вот такое дохлое завядшее потому что жара а хозяйка еще с медным купоросом пришла да ёшкин кот запомнили что я сказала а теперь разводим посмотрите пожалуйста вот этот пакетик 20 грамм вот этого препарата хлорокис меди хом это не чистая медь это соединение что гораздо лучше для растений а вот это опрыскиватель здесь входит 2 литра этот пакетик рассчитан на 5 литров то есть я совершенно смело могу половина чуть чуть меньше половины высыпать в этот опрыскиватель что я сейчас с успехом и сделаю значит вот в эти два литра я должна отправить чуть меньше половины этого пакета но лучше если вы разведете нальете 5 литров воды и разведете этот пакетик если у вас будет 40 граммовый пакетик значит на 10 литровое ведро слушайте меня внимательно не буду повторять по сто раз я и так уже как обезьяна с вами стала разрезаем пакет что там у нас там такой зеленоватый порошок очень красивый вот половину но я на глаз сделаю конечно я уже привыкла это делать высыпаем если высыпать меньше то не сработает поэтому тщательным образом смотрим чтобы это было чуть меньше половины так все отсыпала я закрываю опрыскиватель и у нас получится такая нежно голубовато зеленая жидкость закручиваем ну естественно накачиваем да это процесса вы все знаете все дальше нельзя сорвет а теперь идем обрабатывать кого обрабатывать не слышу землянику правильно вот эта ягода была полита предварительно очень тщательно прошло порядка четырех часов она набрала такой тургор как говорят специалисты и она готова то что я и сейчас даю на листья она готова все это как бы до пропустить через свой организм вытесняя болезни это то что нам надо ягода еще не выдвинула цветоносы она это сделает через неделю это молодая ягода но вы то должны понимать что если вы сейчас не обработаете то уже никогда вы не обработаете и кстати сказать на пачке с препаратом всегда написано кратность обработок и срок ожидания здесь написано пять дней ожидания и три в скобках кратность обработок то есть каждые пять дней три раза подряд нужно обработать препаратом home что мы с большим успехом и делаем проливаете так чтобы она стала голубенькая ничего страшного с ней не случится если вы вот не будете это делать то случится пренепременно прямо дорогие мои ну пожалуйста ну попробуйте сделать как я вам рекомендую в этом же нет ничего ни страшного ни сложного и вы все время стоите перед выбором или ягоды или лечение давайте вовремя делать лечение тогда ягоды будут вовремя и много всего вам доброго и до свидания